Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Стишкин, и я рад приветствовать вас на нашей первой видео-лекции, которая будет посвящена тому, как задавать вопросы. Итак, совсем скоро мы встретимся с заказчиками кейсов, с заказчиками проектов, и надо разобраться, какие бывают вопросы и зачем их задавать, для того, чтобы максимально разобраться в ситуации, максимально понять наших заказчиков и сделать впоследствии так, чтобы ваши решения были максимально эффективными и результативными. Для начала разберем виды вопросов, и начнем мы с закрытых вопросов. Закрытые вопросы – это такие вопросы, на которые мы можем ответить однозначно и не задумываясь. Вопросы, которые, как правило, начинаются со слов «что», «где», «когда», «сколько», «кто». Например, это вопрос «как тебя зовут?», мы не задумываясь отвечаем на этот вопрос «в каком ты городе?», как называют свое предприятие. Если мы говорим про какие-то объекты, мы можем говорить, какова длина этого объекта, из каких материалов он сделан. То есть это вопросы про факты, вопросы, которые дают нам общее представление о ситуации. Также мы можем задавать альтернативные вопросы. Это такие вопросы, которые содержат в себе выбор из двух, трех, может быть, нескольких вариантов. Например, вы хотите решение в электронном виде или вы хотите макет? Или, например, это сложная проблема или простая? Или как вы думаете, нам подойдет три решения или два решения? Или будет достаточно всего лишь одного? То есть мы даем нашему собеседнику выбор из нескольких вариантов, из которых он может выбрать тот, который больше ему подходит. И третий вариант – это открытые вопросы. Это вопросы, предполагающие развернутый ответ на основе анализа или размышлений. Например, да, это может быть вопрос «а как вы понимаете, в чем вы видите основную проблему?» Или «а как вы видите результат?» «а какие ваши требования, например, к проектной команде?» То есть вопрос, на который нужно отвечать максимально развернуто и задумываясь. Итак, мы разобрали три типа вопросов – закрытые, альтернативные и открытые вопросы. И здесь нужно понимать, что когда мы начинаем выстраивать диалог с собеседником, лучше всего начинать его с закрытых вопросов, для того чтобы немножко разговорить, для того чтобы просто было включиться в диалог и потом уже постепенно переходить к открытым вопросам. Если мы в самом начале встречи, в самом начале нашего диалога начнем задавать сразу открытые вопросы, то человек, не включившись в коммуникацию, может испытывать сложности, он начнет нервничать, либо отвечать на вопросы достаточно скомканно, сжато, что не даст нам представления о том, что действительно у человека за душой, что действительно он хочет нам сказать. Ну и после того, как мы разобрались с основными видами вопросов, мы разберемся с тем, как задавать вопросы по проектам, по сути кейсовых ситуаций. И первое, с чего мы начинаем, это вопросы о ситуации. Для того, чтобы разобраться с ситуацией, нам нужно понять, каково настоящее прошлое и будущее той проблемы, того запроса, с которым к вам выходит заказчик. Для того, чтобы разобраться с прошлым, нужно понять, а какой был опыт работы с этой проблемой, про которую вам говорит заказчик, в прошлом. Например, вам заказчик говорит, что у него не оптимизирован процесс. Как давно не оптимизирован процесс, а что было раньше, как он раньше был устроен, что происходило, какие случались проблемы в прошлом, что обычно с этим делали. То есть нам нужно понять, как давно существует проблема и какие попытки ее решения предпринимать. Второе, что происходит в настоящем, а что есть сейчас, как сейчас устроена ситуация, кто в ней участвует, какие сейчас случаются ситуации, какие сейчас случаются сложности, что сейчас происходит, что сейчас делается с этим. И третье измерение – будущее. А как вы хотите, чтобы процесс был устроен в будущем? Каков ваш запрос, чего вы ожидаете? И таким образом, разобравшись с видением будущего и развития ситуации с заказчиком, мы соберем полную картину той ситуации, с которой мы имеем дело. Итак, прошлое, настоящее и будущее. Три необходимых параметра, три необходимых измерения, с которыми нам нужно разобраться и получить ответы на эти вопросы. После того, как мы разобрались с ситуацией, мы переходим к вопросам о проблеме. И здесь есть несколько этапов. Первый этап – вопрос о причинах возникновения проблем. С чем связано, что проблема сейчас не решена? Почему именно таким образом ее пытались решать в прошлом? Почему именно такое решение вам нужно? Какова ваша цель? Почему не другой вариант решения проблем вы используете? Есть ли еще какие-то причины, которые прямо или косвенно влияют на проблему? Итак, почему ситуация сейчас такова, какая она есть? Почему эта проблема возникла, почему эта проблема беспокоит нашего заказчика, и он выходит с ней к нам? Следующие вопросы. Вопросы, собственно, о проблеме. А в чем проблема? В чем сложности? Какие трудности? Например, а бывало ли так, что вот что-то делалось и не срабатывало? А сталкивались ли вы с вот такими ситуациями? А может ли случиться так, что, например, если не решить проблему, это приведет к более серьезным последствиям? Какие еще задачи вы бы хотели решить с помощью нашей проектной команды? Достаточно ли, например, информации, ресурсов, данных для того, чтобы решать проблему прямо сейчас, или нужно проводить какое-то дополнительное исследование? Насколько вы уверены в том, что именно тот результат, который вы формулируете, это именно то, что вам нужно? Есть ли еще что-то, что вас беспокоит? То есть мы начинаем копать вглубь проблемы, более объемно ее изучать. И после того, как мы разобрались с проблемой, издали все необходимые вопросы, у нас есть полное понимание того, что именно беспокоит, тревожит нашего заказчика. Важно задать еще вопросы об отношении. То есть это вопрос в том, не о решении проблемы, о самом решении проблемы, а о том, как именно это решение должно быть представлено. То есть какие требования есть? Что важно для нашего заказчика? То есть насколько для него эта ситуация критична, насколько для него важно это решение, собирается ли он его использовать? Насколько сама проблема является критичной? По каким критериям вы будете отбирать решение? Что вам нравится, например, в тех или иных решениях? Какие у вас есть вопросы к нам? Что вам важно задать нашей проектной команде, или мне как эксперту, для того, чтобы я мог приступить к решению проблемы, к решению вопроса? Здесь уместно будет задать вопрос такой, а могу ли я еще чем-то быть вам полезен, чем-то вам помочь? Может быть, я что-то не спросил. Здесь уже наш собеседник в диалоге, который мы ведем, он достаточно раскрыт, он легко ответит нам на эти вопросы. И, может быть, даже мы можем здесь предложить какие-то сразу наброски решения. А если я сделаю вот так вот, это будет окей? Это вам подойдет? Да, наша задача сделать так, чтобы, разбираясь в проблеме заказчика, мы максимально для себя прояснили ситуацию, прояснили проблему, прояснили то, что важно для нашего клиента, для нашего заказчика, с тем, чтобы в работе над проектом мы могли учитывать все требования и пожелания того человека, который предоставляет нам возможность поработать над его проектом. Итак, мы с вами разобрали основные типы вопросов, мы с вами разобрали вопросы о проектах, вопросы о ситуации, вопросы о проблеме, и теперь вам нужно будет, опираясь на эту презентацию, на эту видеолекцию, выполнить домашнее задание. Срок выполнения задания до 8 часов утра по московскому времени, 21 июля 2021 года, потому что после этого у нас будет уже проектная конференция, и вам нужно будет сделать следующее. Первое – выбрать минимум два кейса, которые вам наиболее интересны. У нас сейчас в работе шесть заказчиков, шесть проектов. Это кейс Atom ChemSклад, Atom Food, Atom Gloss, Atom Process, Atom Tour и кейс Karakuri Challenge. С подробным описанием кейса вы можете ознакомиться на сайте. И после того, как вы выбрали две наиболее интересные для вас темы, вот вам QR-код, вот вам ссылка на Google форумы, напишите в этой Google форуме вопросы к экспертам и заказчикам выбранных вами кейсов. И тогда они непременно ответят на них на проектной конференции. Я вас благодарю за активное участие и желаю вам интересной и увлекательной проектной конференции. До скорой встречи. С вами был Максим Стишкин.